Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге чисел. И сегодня мы будем читать 12 главу этой книги. Здесь тема «Мариам и Аарон упрекают Моисея наказание Мариам». И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ифиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ифиоплянку. Ну, Ифиоплянка в данном случае – это общее название иноземки. «И сказали одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сия Господь». Мариам – это сестра Моисея, она значительно старше. Аарон – это старший брат Моисея, но он незначительно старше Моисея. И это близкие люди, и они, конечно, пророки. Мариам точно пророчится. И Аарон точно обладает этим даром, потому что Бог часто собеседовал вместе с Моисеем и с Аароном. И они выговаривают Моисею за то, что он взял себе в жены иноземку. На самом деле она мадеонитянка. Мадеонитянка. Но тогда могли называть всех иноплеменников эфиоплянами. Как вот на Руси всех иностранцев называли немцами. Но имея в виду, что они как бы немые. Русским казалось, что они говорят что-то непонятно, как немые. И, похоже, друг друга тоже не понимают. И вот они настаивают на том, что Господь и с ними говорит. Мариам пророчится, Аарон тоже пророк. Моисей как бы не является исключением. И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Ну, кротость Моисея следует понимать не в христианском смысле, а на фоне нравов того времени. В ветхозаветном понимании. Но это действительно был наикратчайший человек из всех людей, тогда живших на земле. «И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скиния, и позвал Аарона и Мариам, и вошли они оба. И сказал, «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видение, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем». Что значит «верен во всем дому моем»? То есть Моисей участвует в домостроительстве Царствия Божия, как на небе, так и на земле. Это настоящий вождь и царь своего народа. «Устами к устам говорю я с ним». Вот так свидетельствует Господь. То есть лицом к лицу, устами к устам. Конечно, это антропоморфизм. У Бога нету уст, у него нету лица. Это образное выражение, потому что Бог есть дух. Но это свидетельствует об особой близости Господа к Моисею. «Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Что значит образ Господа он видит? Он знает характер Бога. Он знает намерение Бога. Он наслаждается общением с Богом. Поэтому здесь образ – это не форма. Дух не может иметь форму. «И воспламенился гнев Господа на них, то есть на Мариам и Аарона, и он отошел. И облако отошло от Скинии, и вот Мариам покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе». Ну, я часто объясняю, что библейская проказа, по-еврейски, Мацора – это духовное заболевание, которое давалось за осуждение других людей, за осуждение, за ревность по поводу других людей. Человек может высохнуть от зависти к другому человеку. Зависть – это очень болезненные чувства. Один человек может другому ничего не делать плохого, а тот просто ревнует, потому что у того что-то лучше получается. «И сказал Аарон Моисею, господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». Аарон понимает, что вот это было действительно глупо ревновать кому? Брату. «Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец», то есть вся в каких-то струпиях, «у которого, когда он выходит из чьего матери своей, исцелела уже половина тела, как мертворожденный, и возопил Моисея Господу, говоря, «Боже, исцели ее». Вот действительно мы видим, насколько Моисей был кроткий человек, наикратчайший. «И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? И так пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратиться. И пробыла Мариам в заключении в карантине, вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам». Итак, сегодня мы прочитали с вами 12-ю главу книги «Чисел». В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать 13-ю главу в этой книге. Спасибо вас, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова